Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Сегодня на нашем столе для съемки нет привычных Вам пробирок, колб и микропрепаратов. Вы спросите, что же здесь делает паяльник, части от компьютера, монеты, медали и металлические переходники, это все понадобится нам для обзора. Сегодня у нас в студии оптический прибор, который должен быть у каждого серьезного мастера по ремонту электроники, хорошего токаря или ювелира. Представляем Вам стереомикроскоп Konus Crystal. Комплектация микроскопа стандартная. Два десятикратных окуляра с наглазниками, фотоадаптер, пылезащитный чехол, черно-белые и матовые диски на предметный столик, инструкция и CD-диск с презентацией всех продуктов компании. Оптический прибор имеет очень простую и надежную полностью металлическую конструкцию. Состоит из массивного основания с несущей штангой длиной в 250 мм и диаметром 32 мм. На штангу одевается функциональный блок со стопорным винтом и кремольерным механизмом фокусировки. Механизм фокусировки соединен с Г-образным креплением, предназначенным для оптической головки и верхнего осветительного блока. В оправу диаметром 80 мм устанавливается тринокулярная насадка и фиксируется одним винтом. Головку и весь механизм фокусировки с модулем подсветки можно свободно вращать на 360 градусов. Основание микроскопа значительно легче тринокулярной насадки и при повороте на 180 градусов оптический прибор теряет устойчивость. Для работы на своей поверхности, а не на предметном столике необходимо положить дополнительный груз на основании, весом не менее 2 кг. Практически по центру основания устанавливается круглый диск, это Ваша рабочая поверхность. В зависимости от типа наблюдаемых объектов Вы можете менять матовый диск на черно-белый. Как показала практика, этого пространства недостаточно, но Вы можете снять прижимные металлические лапки и тем самым существенно расширить свою рабочую площадь. Насадка микроскопа состоит из бинокулярного и отдельного фотоканала для подключения специальной камеры. Есть возможность регулировки межзрачкового расстояния от 55 до 75 мм. Оба окулярных тубуса имеют коррекцию диоптрий в ±5D и посадочный диаметр в 30 мм. Отдельно хочется отметить великолепные мультипросветленные окуляры, десятикратные кёльнеры с огромным полем зрения в 20 мм, хорошим выносом зрачка, очень приятными наглазниками и резьбой для установки измерительных шкал. Тринокуляр оборудован двумя удобными ручками смены кратности под правую и левую руку. На правой рукояти нанесены цифры в диапазоне от 0,7 до 4,5. Это минимальное и максимальное увеличение двух зум-объективов, спрятанных внутри головки. Около левой рукояти на корпусе выступает блестящий штифт, соединенный с прямоугольным зеркальцем. Двигая штифт, пользователь может открывать или перекрывать путь лучам света к фотоканалу. Увы, но наблюдать в окуляры и одновременно выводить картинку на монитор персонального компьютера не получится. Выдвигая штифт и пуская лучи света в фотоканал, вы исключаете из работы левый окуляр. Заглянув внутрь тринокуляра, мы увидим, что стереомикроскоп выполнен по оптической схеме Гренна и имеет очень сложный парный объектив, состоящий из десяти оптических элементов в пяти группах. Оптические поверхности линз просветлены, о чем говорит фиолетовый оттенок линз. На кожухе объективов предусмотрена резьба для установки дополнительных парфокальных насадок, что позволяет расширить диапазон увеличения оптического прибора до 90 крат с базовыми десятикратными окулярами и до 180 крат с окулярами в 20 крат. Фокусировка осуществляется вращением больших пластиковых ручек, расположенных на функциональном блоке микроскопа. Ход колеса фокусировки мягкий, механизм хорошо смазан, есть возможность регулировки силы натяжения макровинта с правой стороны. У микроскопа реализовано два типа подсветки, верхняя и нижняя. В качестве осветительного элемента используется галогенная лампа. Верхний осветительный блок крепится в Г-образное крепление тринокуляра и подключается в разъем на несущие штанги. Нижний осветительный блок вмонтирован в основание микроскопа. С правой стороны основания находятся две рукояти, отвечающие за режимы подсветки и ее яркость. С тыльной стороны основания мы видим два отсека для предохранителей, разъем для сетевого кабеля и кнопку питания. Уровень качества изображения формируемого оптикой микроскопа Вы можете оценить по снимкам золотого кольца на минимальном и максимальном увеличении, платы оперативной памяти для персонального компьютера, монеты из Таиланда, спичечной головки, прочной ткани, золотой медали и резьбового соединения адаптера. Протестировав Konus Crystal мы заметили лишь один недостаток. Нет возможности пользоваться одновременно и окулярами и фотоканалом. Но как показывает практика, когда появляется цифровая камера, то практически сразу привыкаешь смотреть на монитор персонального компьютера и про окуляры полностью забываешь. Без лишних комментариев ясно, что микроскоп продемонстрировал изображение высокого качества. Первоклассные окуляры в сочетании с парными стерео объективами формируют объемное глубокое изображение с невероятно широким полем зрения. Работать с оптическим прибором одно удовольствие. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.